Добрый день, уважаемые телезрители! ЦСКА аж целых 10, это разные полюса турнирной таблицы, но достаточное заполнение трибун, достаточный ажиотаж матчу предшествующий и то, что трибуны вот на тот процент, на который они заполнились, заполнились уже за полчаса до начала матча, говорит о том, что интерес к этому матчу не из таблицы проистекает, а из последних лет, главным противостоянием которых как раз и было противостояние ЦСКА и Локомотива. Да, сегодня команды на разных полюсах, сегодня команды в разной степени готовности, если можно так выразиться с точки зрения футбольной истории, тем не менее, думаю, что не ошибусь, назвав этот матч центральным в туре российского чемпионата. В основном составе, хотя не так давно переведен был в дубль, и это позволяет говорить о том, что состав Локомотива сегодня определенную, опять-таки, ротацию претерпел. Состав ЦСКА, он стабилен, он всегдашен, на матче главный выглядит так, о кинфеях в воротах. Оборона, четвертый номер Игнашевич, по краям шестой и двадцать четвертый братья Березуцкие. В полузащите, седьмой номер Карвалья, восьмой номер Гусев, восемнадцатый Жирков, двадцать пятый Ракимич и двадцать второй Алдонин. И два форварда, десятый номер Жо и одиннадцатый Вагнер. Валерий Газаев, главный тренер Арминский. Состав Локомотива в воротах будет играть под двадцать первым номером Алексей Поляков. В составе железнодорожников достаточно позиций, на которых сможет играть тот же самый Андрей Бекей или Сергей Гуренко. Посему я до известной степени буду импровизировать состав, представлять по позициям, как я его вижу. Слева в обороне Марьян Хатт, словацкий защитник номер двадцать шестой, Олег Пашинин, четырнадцатый номер. Ну и, возможно, Вадим Евсеев, а скорее всего, мне кажется, Бекей в центре обороны будет играть. Ну и дальше Бронислав Иванович номер шестой, шестнадцатый уже названный Евсеев, сорок первый Гуренко, десятый Дмитрий Ласьков, шестьдесят третий Деньяр Берерединов. И пара форвардов выглядит так. Девятый номер Гарри О'Коннор и одиннадцатый Дмитрий Сычев. Главный тренер Локомотива Слава Люп Мусли. На расстановку мы посмотрим. Тут, как говорится, возможны варианты. Еще одна, может быть, такая нюансовая добавка, а может быть и нюансовая, весьма серьезная, потому что матч в туре центральный. И все мы начинаем. Уважаемые телезрители, Локомотив ЦСКА в Черкизово на стадионе Локомотив. Поехали. Хозяева начинают с центра поля. Теперь я уже к этому привык. Ну, а мы видим, что... Все рекомендую, потому что нам показывали мусор, и там ничего серьезного не происходило, а это не совсем так. Чуть затянул Деньяр Карвалью. Я думаю, что феерически проведший прошлый сезон Карвалью еще свою лучшую форму не набрал. Но между тем добавляет от матча. Матча, Локомотив опасно атакует Евсеев. Евсеев один на один выходит. И, в общем-то, это удар неубедительный. Нет, кстати, футболиста, который в подобной ситуации, Гуренко бы вырвал что-то. А вот тут, может быть, опасно. Бьет поворотом Евгений Алдонин. Ну, а сейчас не слишком удобный был пас. Тем не менее, Беллидинов, конечно, умеет и получше останавливать мяч. А вот прорывается Вагнер, уходит от Пашинина. Пас в центр штрафной, где Жо бьет поворотом. И мяч буквально в сантиметре от штанги. Ну, что, квитер по моментам команды. Хотя, если там все-таки Евсеев не сумел толком пробить, то здесь великолепно сыграл Поляков. Здесь надо его отметить, потому что Вагнер чисто выводит Жо на ворота и вполне мог лучший бомбардер российского чемпионата пополнить свой лицевой счет. Вот отсюда, как здорово видно. Причем Поляков еще двигается назад. Видите, ему очень непросто. И он все-таки успевает разорвать дистанцию. И накрыть удар Жо уже в ногах в момент удара. Катерия мяча. Белелядинов играет нау Конора. Проходит он Березуцкого. Честно говоря, сомнения у меня были в том, что это ему удастся. И пас неплохой. Ласьков. Передача в центр. Даже не штрафной уже, а на линию вратарской. Там Сычев. Чекаешь физически. Великолепно. Белелядинов. Отличная передача! Хат. Ласьков. О'Конор. Простите внимание, армейцы практически не атакуют. Локомотив в 35-30 метрах от ворот. И вот чем это дело заканчивается. Рикошетом и ударом дальним. Дмитрий Сычев открывает свой лицевой счет. Локомотив, ну, по обыкновению последних недель, забивает первым. Открывая счет впервые в сезоне, ЦСКА попадает в положение отыгрывающейся стороны. Я думаю в том, что армейцы не прихватывают соперника в 35-ти метрах от ворот. Только что затеял об этом разговор. Опять-таки есть две оборотные стороны. Первая, вот она. Пожалуйста, вам удар. Рикошет. Акенфеев совершенно ни при чем. Не виноват. Локомотив вышел вперед. Вторая. У Локомотива еще игра, конечно, в пас не так поставлена, как у ЦСКА. Поэтому, возможно, самопотери. Позволю себе вот, без особенных претензий, просто такое слово употребить. Меча и тогда. Стенку, конечно, строит Поляков. Ну, какую и умеет, да. Всех практически собрал. Тут два человека в красных фурболках. Всего лишь не задействованы этой могучей стенки. Три армейца разбегаются. Удар поворотом рикошеток. Правильно играет Поляков. Тут не без яда. Очень хитро крутил Корвальев мяч. Но сейчас вызывает некоторое удивление действия армейцев. Там никого не было у Вратарского. Жоа. Опасный прострел и ничья 1-1. Ролан Гусев сравнивает счет. Очень быстро отбились армейцы. Очень быстро. Великолепный прострел сделал Жо. И даже выскакивая на этот мяч, Гусев сзади, да, вот, я думаю, казался бразильцем. Вот, Шевелюра. Выгрыз буквально мяч. Формально здесь последним, кто пытался воспрепятствовать Гусеву, был Сергей Гуренко, да? Корвальев. Идинный перевод Жо против Пашинина. Проходит Пашинина, Жо. И Поляков уже последним шансом, что ли, воспользовался, перевел мяч на угловую. Но сейчас завяз чуть-чуть локомотив. Армейцы этого ждут со спокойствием олимпийским. Идет соперник вперед, старается, пытается. Это его длинный перевод, и вот он уже Жо, и вот он уже Вагна в центре штрафной, и вот он уже где-то стучится в двери второй год. Ну, об этом говорили. При прочих равных, конечно, сегодня, для того, чтобы достичь благоприятного для себя результата, локомотив и должен затратить больше энергии, отдать больше сил. Просто потому, что локомотив, по заявленному, когда это случится, в этом ли году, в следующем, стремится к созданию команды с такой же налаженной игрой в качестве ЦСКА, которая, к слову, выходит вперед. Забивает Жо. Тридцать четвертая минута. Ну что, не буди лихо, пока оно тихо. Мне кажется, не только в этом дело. Все-таки локомотив и до первого пропущенного, и после забитого гола момента пытался создавать. Фарта нет у команды. Помимо всех объективных сложностей, еще и вот это. И опять из центральной зоны оборонителя забивается мальчик. И опять после стандарта. И опять без особенных усилий. Внешне очень легко. Спишем на бразильцев. Конечно, продавливали там и Игнашевич, и все кто угодно. Да. Но очень легко. Василий Березуцкий. Только не входил в планы, потому что не ошибательный пас, наверное, выбить мяч. Мяч он выбил. Гуренко. Продирается буквально сквозь всю армейскую оборону. Ну и удар Сычева все равно блокирует игроки ЦСКА. Хотя вроде бы Гуренко, казалось, дал команде шанс. О'Коннор. Евсеев. Но побыстрее нужно было делать пас, конечно. Тем не менее удар поворотом, который блистательно отражает Игорь Акинфеев. Опять пошла перетряска. Опять тот, кто попал играет, где попал. Это не совсем так. Плох Евсеев сегодня. Я говорю о том, что, на мой взгляд, не выжил все из ситуации. Ну так... ЦСКА же равняем. Ни с кем не будет. Мяч штрафной. Армейцы отмечутся и не попадают в ворота. Нет, ну фарта нет, конечно, еще. Наверное, мог бы и назначить пенальти Валентин Иванов. Но в той ситуации мяч и без того, казалось, катился в угол ворот ЦСКА. Как бы там ни было, вот уже под самый перерыв. Локомотив мог отыграться. Армейцев вперед 2-1. Концовка опять-таки залога была. И могли подопечные Мусти на счет сравнять. Бьет Белеледзинов. Бьет О'Коннор. 2-2 ничья. 2-2 ничья. Но будто бы перерыва не было. Вот то самое, да, локомотив давил, 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 давил. В концовке первого тайма. И додавил сейчас. И опять не обвинишь Акинфеева. И опять вот армейцы не встречают соперника. На дальних поступах штрафной. А здесь уже смотрите, какое разреженное пространство. Присмотрелся, оценил позицию вратаря у Коннора. И по ниточке вправо от Акинфеева. Довольно плотно по газону. В самый угол. Уходящий не достать. 2-2. Накрывает так, а соперника Сычок. Вдвоем против одного у Коннора. По центру Сычок входит штрафную. И бьет сам гол. Но это не было ни свистка. Акинфеев даже не пытался ничего тут сделать. А что за причина? Рукой подыгрался Чок? Там накрывая, да? Игрока ЦСКА. Да, пожалуй. Одиннадцатая минута второго тайма. Жор. Жирков. Тут по страху сработало. А в центре-то что? У Локомотива в центре опять немноголюдно. Карвальо падает. Но где-то уже элемент, так сказать, падения на арбитра. Имеет место быть конфликт между Гуренко и Карвальо. Ее арбитр не видит. Арбитр не видит. Должен помочь, мне кажется, в этой ситуации судья линейный. Спасибо режиссеру. Он момент этот отловил с собой. Что причиной? Не может набрать пока лучшую форму свою? Или вообще армейцы нервничать начинают? Но во всяком случае все, чтобы заставить их нервничать, Локомотив делает. Тут отрицать нельзя. Пока. Евсеев. Сычев под удар. Мяч Белелединова отрошен удар. Беет. Справляется с ним. А Кенфеев пытается добить Сычев. Но ногой уже бить возможности нет. Высоковатый отскок. А... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...